Добрый вечер дорогие телезрители! Среда 19.30 и темная студия в очередной раз собирает своих обитателей. Перед эфиром возник вопрос, зачем снова и снова рассматривать, вернее говорить на тему о возможной приватизации 10% акций Алроса Нюрба. Мое мнение такое, что чем больше возможностей площадок для обмена мнениями у тех, кто за вот этого действия и кто против этого действия, тем лучше. Поэтому сегодня мы рассматриваем вот именно этот самый вопрос Алроса Нюрба. Перспективы развития событий. Я как журналист, конечно, очень рад, что такой впечатлительной аудитории сегодня у нас спикеры, эксперты, вернее, представляют. Вот четыре депутата Государственного собрания в главе с лицей со спикером и три члена Кабинета Министров Республики. И в роли, не в роли, а как независимый эксперт господин Заматаев у нас получается. Я думаю, что для начала, конечно же, дамы впервые, Евгения Васильевна, все-таки вот тот аспект, ну, тут были мнения такие, что вопрос уже решенный, остается распорядиться, как грамотно весь этот вопрос продвинуться. Так ли это? Дмитрий, да, мы всегда впервые, да? Да. Да, мы всегда в первую очередь. Но вопрос, по сути говоря, он не столько решенный, сколько вот мы собираемся на этих площадках и обсуждаем. И обсуждаем мы, исходя из того, что все-таки 10% они находятся собственностью государства Алроса Нюрба. И вот, как повторюсь еще, мы говорим, исходя из потребностей экономики Республики, о том, что на сегодня и население, и наши депутаты, они постоянно говорят о том, что экономике Республики нужны новые школы взамен аварийных и ветхих, строительство аварийного и ветхого жилья. Мы говорим о реализации майских указов, и в связи с этим и возникают вопросы, связанные с источниками финансирования вот этих вот потребностей экономики нашей Республики. А приватизация это один из инструментов именно структурных преобразований в экономике в целом по Российской Федерации. И приватизация, она, по сути говоря, является одним из источников финансирования. Это во-первых. Ну и во-вторых, приватизация это инструмент для привлечения инвестиций и таких вот эффективных инвесторов и собственников тоже в управлении. Какие условия от приватизации должны соблюдаться, чтобы этот инструмент оказался эффективным настолько, чтобы отпали всякие сомнения, нужно ли было это делать? Мы на сегодня, вот если я обращусь немножко как бы к истории, да, приватизации, я напомню вам о том, что в начале 90-х годов, когда, собственно говоря, приватизация и началась, появился закон о приватизации, ну, закон о собственности, мы это неоднократно обсуждали. Именно первый этап приватизации, он, по сути говоря, не ставил во главу угла именно бюджетную эффективность. Здесь речь шла именно о формировании института частных собственников. И на этой волне у нас появились собственники вот в торговле, в строительстве, там, в бытовой сфере, в энергетике. И второй этап, это вот уже начиная с 2001 года, когда приватизация стала возмездной. Появились такие способы приватизации, как торги, и вот возмездность, она и стала одной из основ приватизационных сделок. Поэтому в любом случае, когда мы говорим о приватизации эффективной, это именно та приватизация, которая влечет за собой, а, больше денег выручить со сделки, и второе, эффективно распорядиться поступившими денежными средствами. Опять же, приведу пример республиканскую инвестиционную компанию. Мы ведь же получили не только 37 миллиардов практически на инфраструктурные наши объекты, но и плюсом мы получили где-то порядка около 4,7 миллиардов налогов в бюджет от данной компании. Вот это вот приватизация. Или приватизация Алроса, то же самое. Мы получили средства 18 миллиардов и на реализацию тоже инфраструктурных наших проектов, социальных проектов, и плюсом мы еще получили доходы в бюджет в виде налогов. Поэтому вот, собственно говоря, эффективность. А в целом вообще можно ли говорить о том, что своевременно и с должным качеством выполнять те или иные, ну, не только народные, но еще и пункты, скажем так, государственного развития, да, но при этом вот как собака на сине сидеть и, скажем, все для потомков, все для потомков. Вообще, вот как человек, если посудить так, собака на сине, позиция, она насколько... Ну, ведь есть понятие же такое, круговорот вещей в природе. То есть происходят активы, это, как бы скажем, товар, который оборачивается. Мы говорим о том, что мы, продавая, привлекая новых инвесторов, создаем новые рабочие места и, соответственно, обеспечиваем также поступление налога. Ведь, по сути говоря, приватизация, она же за собой не влечет то, что, если опять же рассмотреть приватизацию Нижнеленского, что этот актив у нас из республики куда-то ушел. Или приватизацию Якут-Цемента. Этот актив тоже из республики никуда не ушел. Наоборот, у нас там получилось и с точки зрения бюджетной эффективности увеличение в разы поступления налога в бюджет, что с одного, что с другого, привлечение инвестиций на разработку месторождений Нижнеленского, то, что там была большая конамка и молода. По Якут-Цементу более 800 миллионов, это чисто на инвестиционные расходы на новые, так скажем, оборудования, на достижение целей экологии и плюсом увеличение налогов тоже также в бюджет. То есть это примеры эффективной приватизации? Это я привожу только примеры последних приватизаций, когда мы преследовали именно эффективность. А я еще раз напомню примеры приватизации 90-х годов. По Якутск-Энерго, например, у нас, конечно же, вопрос связан с тем, что у нас пока только 1%. В то время, в 90-е годы, у нас та сделка, она, ну, как бы, скажем, отношение неоднозначное к той сделке. Сейчас мы работаем над тем, чтобы вернуть себе в Якутск-Энерго хотя бы 25% за счет вхождения туда в уставный капитал. И, по сути говоря, в 2015 году было достигнуто соглашение в этой части, что мы именно войдем нашими новыми активами. И в этом году мы в этом направлении должны отработать, чтобы 25%, который бы мог повлиять на управление системой Якутск-Энерго, мы каким-то образом себе обеспечим. В вашей начальной фразе прозвучало государственной собственности. Так все-таки в государственной или муниципальной? Поскольку, скажем так, у противников очень часто звучит такая позиция, что Нюрбинский УЛУС, Терри-район, он выступает неким особой, скажем так, инстанцией, которая, ну, не знаю, все-таки муниципальная или государственная? Ну, однозначно, это собственность государственная 10%. И никогда не была муниципальной. И не могла быть муниципальной, потому что право на акции, оно возникло при создании Алроса-Нюрба в 1997 году. На момент 1997 года на территории республики не было ни одного муниципального образования, не говоря уже о муниципальном образовании Нюрбинский УЛУС. Он появился, они появились значительно позже. Как вы помните, у нас были местные органы государственной власти. Мы были единственным субъектом Российской Федерации, где не были созданы органы местного самоправления с введением федерального закона об общих принципах организации местного самоправления. И поэтому с появлением в 2002 году нового, второго этапа развития местного самоправления в республике были созданы и зарегистрированы как уставы, так приняты законы, определены территории, и муниципальные образования были наделены соответствующим имуществом. Наделение имуществом происходило достаточно сложно. Во-первых, безусловно, первая идея была связана с тем, что муниципальные образования должны стать полными правоприемниками и забрать как долги, так и плюсы. Однако федеральное законодательство нам не позволило этого сделать, и мы муниципальные образования наделили лишь только тем имуществом, чистое муниципальное образование, которое было необходимо для осуществления их полномочий. Поэтому, соответственно, оформление акций в собственность муниципального образования Нюрбинский УЛУС никогда не происходило. Иван Иванович, давайте к Вам адресу вопрос. Почему же тогда противники, скажем так, продажи из 10% они, по крайней мере, выступают так, как будто вот эти акции находятся в их муниципальной собственности? Ну, во-первых, значит, допустим, если они и находятся в муниципальной... Они не находятся в муниципальной... Ну, допустим, я говорю, допустим, что они сейчас, вот как сказано, но они сейчас находятся в государственной собственности, так, и на что Нюрбинцы отвечают, что вот это, как бы, значит, забрали у нас, так. Но у меня, например, совершенно твердое мнение, какая бы она ни была, ее продавать нельзя, не надо продавать. И вот, допустим, когда вот у нас возник этот вопрос, помните, вот выступали за то, чтобы передать залог там и так далее, так. Вот я даже повторюсь, ничего страшного. Например, Виктор Николаевич сказал, что надо продать, что это выгоднее. И вот очевидное неравенство такое, так. Я против и того, что говорит Виктор Николаевич, что надо продать, так. То есть я еще раз повторяю, что наша исполнительная власть, иногда может принять вот такие скоропалительные и очень ошибочные решения. Так ведь? И вот то, что сейчас происходят вот такие вот разговоры, так, это, ну, если они как-то влияют, это хорошо. Но это может быть просто, это, как говорится, с отрицанием воздуха. Да, может быть, вот это так. Так? Но мы надеемся, что вот то мнение, которое здесь говорится, оно играет роль. Ну вот смотрите. Значит, мы, вот говорят, вот делистинг может быть там. Могут это акции упасть в цены и так далее. То есть мы все время, как бедные родственники перед Алдросой. Хотя мы являемся все-таки, ну, скажем так, хозяевами вот этого, этой территории. Так ведь? Или это не так? Вот. Надо же все-таки свою позицию, значит, ну, не то, чтобы диктовать, по крайней мере, согласовывать. И поэтому вот за этим последует сразу, что станет естественным продать 4%, потом еще 4%. Там же сколько оставалось, не без умысла, осталось 33% у Российской Федерации. Вычитаем 8, получаем 25. То есть программа построена до 25. И, естественно, эти 8% имеется в виду, что надо отобрать эти провинциальные, алмазных провинций вот по 1%. Так ведь? Вот. И поэтому, значит, чтобы вот этого не позволить, мы не должны позволить и это. И ничего плохого нет. Вот говорят, пугают тем, что, ну, компания там уже как бы вот она формальна и так далее. Так давайте мы заставим ЛРОСа, чтобы они туда, так сказать, вложили, чтобы она начала работать нормально. Вот эти 60, руководящий аппарат начал тоже нормально работать. Что они? Не умеют работать? В смысле, отправить их забышь, что ли? Нет. А как? Ну, что? Нет, нет. Просто речь идет, вы, видимо, может быть, не знаете, речь идет о том, что компания как бы напрямую руководит, и тем самым они говорят, что вот, значит, у них только лицензия, и поэтому мы их будем делисти. Нет, делистинг это совершенно другая вещь, да? Ну, в общем, значит, вот так считается, что это как бы существует формально. Вот это и есть политика ЛРОСа, против которой мы должны бороться. Да. А не является ли вообще ЛРОСа большая, это наше все? То есть зачем мы с ней вообще должны бороться? Можно, да, Дмитрий, я скажу, да, свою реплику в этой части. Дело в том, что ведь у нас есть закон республики о сохранении государственной собственности республики 25% плюс одна акция. Да, это республиканский закон, принятый народными депутатами. Кроме того, есть акционерное соглашение с Российской Федерацией, где говорится о сохранении государственного контроля. То есть 50% плюс одна в государственной собственности Российской Федерации, республики Саха-Якутия, по 25% плюс одна акция. Есть история борьбы, да, вот за то, чтобы в обязательном порядке сохранить государственный контроль государства в лице России, в лице республики, в Большой ЛРОСе. То есть есть четко определенная политика государства, как Российской Федерации, так и республики Саха-Якутия, в составе Российской Федерации о сохранении госконтроля в данной уникальной компании. Мы понимаем, что эта компания для нас и бюджетообразующая, и социально значимая, и она и геополитически важна для Российской Федерации. Другой вопрос, то, что как мы реализуем сейчас политику в отношении так называемых дочерних и зависимых обществ компаний. Мы за последние годы проводили приватизацию акций и Алмазов Аннабара, которые ведут историю тоже создания саннабарского улуса, и Нижнеленского акционерного общества. При этом эти общества, они все внутри большой крупной Алросы. То есть, сохраняя жесткую политику в отношении сохранения государственного контроля в большой Алросе совместно с Российской Федерацией, как с акционером, обеспечивая это через наблюдательный совет, через долгосрочную стратегию большой компании, сохраняя влияние на дочерние и зависимые общества, мы говорим о том, что, возможно, приватизация акций Алроса-Нюрба в жесткой привязке того, что контроль государственный сохраняется именно в большой Алросе за государством. То есть, мы рассматриваем эту возможность. Другой вопрос, что вот последняя информация, опять же, идет о том, что состоялось обсуждение в Нюрбинском районе по поводу приватизации акций Алроса-Нюрба. 50 человек, полсотни человек принимало участие в этом действии, и при этом граждане, они заявили о том, что говорят о необходимости уже передачи эти акции гражданам республики. И здесь, понимая ответственность модераторов этого процесса, здесь надо понимать, что приватизация сейчас в таком виде невозможна. именно напрямую гражданам, да. Это возможно с точки зрения, например, как... Да, 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 но здесь же идет же о безвозмездной передаче. Евгения как раз и говорила, что приватизация пережила два этапа. Безвозмездная приватизация закончилась, сейчас речь идет о возмездной приватизации. Сейчас могут на бирже купить эти акции. Вот, поэтому и сейчас. По какой цене, кстати, вот, господин Заматальев, давайте, сколько стоит вот этот пакет акций сегодня? Давайте у вас как эксперт попросим. И вообще, из чего формируется вот эта цена? Ну, лично я не проводил оценку, полную оценку этого. Я проводил только экспресс-оценку по просьбе коллег из Министерства имущественных и земельных отношений. По предварительным оценкам, ну, где-то в пределах 14-18 миллиардов у нас получилось. Но это экспресс-оценка, это может быть и меньше, может быть и больше. Но это вот касается этот 10-процентного пакета акций. Ну, наверное, это не так много, в общем-то, в всей структуре. Вот, как Евгения Васильевна говорит сейчас, что государство оставляет контроль за, так сказать, основной компанией, Алросой. А Алроса не рыба, это только, так сказать, часть. И потом, насколько я, так сказать, юристы мне скажут, что по закону акционерных, 10% в общем-то не играет большой роли, так сказать, в управлении компанией. Поэтому, наверное, не мне судить, потому что решения принимаются, так сказать, других. Я технический специалист. Вот, и я сказал, что вот, наверное, ориентировочно это вот пока так. Но в пределах 15 миллиардов, может быть, стоить это по предварительной оценке, может быть. Хотя это может быть цифра гораздо выше. А могут быть факторы, которые в минус смогут ввести эту цифру? То есть меньше. Вы имеете в виду стоимость этого пакета? Да. В минус? Да. Нет, в смысле в меньшую сторону, но уменьшение. Какие факторы могут ввести? Я сегодня из тех документов, которые я рассматривал при своих расчетах, нет, я не увидел ситуации, которая сможет повлиять на стоимость. Там же есть еще и, так сказать, программа развития, и Большой Алросы, и, значит, Алроса Нерба. И, естественно, там те цифры, которые закладывались в этих программах, они предусматривали, значит, и все изменения, и макроэкономические изменения, и мировой экономики изменения, и экономики России, и с курсом, так сказать, валюты было связано и с добычей. И вот по тем выводам, которые там были сделаны и заложены, я не увидел какие-то, значит, варианты, что это может быть снизится. Рыночная конъюнктура, скажем, да. Хорошо, о перспективах данного процесса, о многих других перспективах, которые я хотел бы спросить у господина Григорьева, мы продолжим сразу после рекламной паузы, которая неизбежна, как всегда. Самый интересный момент на НВК САХА. Реклама прямо сейчас. Мы продолжаем программу «Один из нас», рассматриваем вопросы, связанные с возможной приватизацией пакета акций компании Алроса Нерба. И Юрий Нахиньевич, хотел бы я спросить, Юрий Нахиньевич, наверное, вы как депутат от конкретно данного района, вы, наверное, в курсе, что некая инициативная группа собирается подать в суд на правительство республики, считая себя, видимо, ущемленными в определенной степени. Сначала в продолжение цены на пакет акций. В настоящий момент на сегодня цена одной акции составляет 163 500 рублей. Еще в ноябре она была 213 000 рублей. Вот в ноябре и надо было продавать, да? То есть на сегодня она снизилась на 24,5%, то есть, грубо говоря, на 25%. То есть к вопросу о конъюнктуре, насколько это своевременно, не своевременно, видимо, не своевременно, вопросу продажи. Относительно продажи и залоговых, на предстоящем собрании, митинге, который проводился 26 февраля в Нюрбинском районе, населением Нюрбинского района было принято решение, порядка 600-650 человек приходило на митинг. Было принято обращение, оно было направлено в администрацию президента Российской Федерации, где было несколько пунктов подпунктов. Один из пунктов гласил о том, чтобы население однозначно против приватизации в любой ее форме акции Алроса Нюрба. Один из этих пунктов включал в себя это поддержать законопроект, который я инициировал, и они мне поручили население инициировать законопроект о запрете без публичного обсуждения, без публичного обсуждения имеется в виду в парламенте, на общественных площадках Нюрбинского района, на других общественных площадках различных форм приватизации и залоговых аукционов. Этот законопроект я внес по поручению населения, его голосовали на последнем заседании, его приняли, но переголосовали и не приняли таким образом. Есть в том числе большая группа народных депутатов, которые готовы его поддержать, готовы рассматривать, и действительно есть больные вопросы. Они касаются в виде формата, каким образом передавать пакеты акций, по каким ценам, в залог, по каким обязательствам. То есть, допустим, в залог по ЖКХ. Это страшно. Есть существенные опасения у всех жителей, связанные с тем, что здесь большие риски возникают по залогу. То есть, еще раз, население однозначно против. Это связано с тем, что население опасается отторжения этих акций. Алроса Нюрба существует, эта организация работает, ее необходимо развивать. Если она существует номинально, необходимо ее физически наполнить деньгами, наполнить имуществом. Пусть работает, пусть отчисляет налоги на месте и работает. В настоящий момент проблема. Средняя заработная плата в Нюрбинском районе ниже средней республиканской. Но меж тем, кстати... Акция-то здесь при чем? Нет, меж тем Нюрбинский район... Поэтому население смотрит и хочет участвовать в том, чтобы отчисления шли. Вы согласны с тем, что единственное, скажем так, муниципальное образование, Нюрбинский УЛУС, заключило соглашение о социально-экономическом развитии с Большой Алроссой Нюрбой? С Алроссой Нюрбой. Не с Большой Алроссой, а с Алроссой Нюрбой. Эти членения производятся, да? Да, Дмитрий, а можно, да? И вот я, например, очень похвально отношусь к этой инициативе, которую заключила Большая Алроссой Нюрба. И призываю открытые акционеры на общество «Прогресс» тоже заключить подобного рода соглашение о развитии социально-экономического, например, Алданского района, поселка Икакут. Открытое акционерное общество «Прогресс», ну, известное, да? Насколько я понимаю, Юрий Иннокентьевич, да? Вот, оно, соответственно, вот проезжает по дороге, которой принадлежит муниципалитету, называемый муниципалитет Ленинский. И проезжая через эту дорогу, он портит дорогу, и через некоторое время там будут нарушены права граждан, и мы не сможем обеспечивать туда просто доступ. Поэтому я тоже обращаюсь к вам, вот здесь вот пользуюсь этой площадкой, как руководителя ООО «Прогресс», подобного рода соглашение. О смене тем, да? Да, да, о смене тем, да. И вот я как раз об этом говорю, да? То есть если есть такой опыт, у Алроссой Нюрба, почему бы ее не взять и открытому акционерному обществу «Прогресс», да? Скоро мост в Екакуте провалится, и граждане просто не смогут реализовать свое право на выезд. Но вот здесь реальная защита права. Ольга Воли, а перспективу вот этого судебного, скажем так, процесса, как вы расцениваете, как юрист? Дмитрий, вы знаете, вот здесь я достаточно буду, ну, что-то объективно, да, почему? Потому что суд – это орган, куда обращаются, с защитой нарушенных прав. Чьи нарушены права здесь, в данной ситуации? Чьи? Во-первых, не нарушены права муниципального образования Нюрбинский УЛУС по причине того, что я только что объяснила, да? Во-первых, потому что акции всегда были в государственной собственности и никогда в собственности Нюрбинского УЛУСа не находились. Не нарушены права граждан, потому что граждане Нюрбинского УЛУСа тоже не имеют никаких прав на эти акции, как таковые, находящиеся в государстве. Но между кем это будет спор? Это не будет спор между администрацией Нюрбинского УЛУСа, например, да, и правительством. Это будет спор между муниципальным образованием, ну, вот как видится, да, муниципальным образованием Нюрбинский УЛУС и республикой Саха-Якутия. То есть и сами с собой отчасти, да, и против всех остальных. Поэтому я думаю, что вообще, по сути, из-за того, что нет нарушенных прав, нет субъекта нарушения права, да, у такой, у такого иска судебной перспективы нет, да, и поэтому не хотелось бы, чтобы вот каким-то образом все-таки суд в данной ситуации вмешивали и использовали. Есть цивилизованное использование. Право есть тогда, когда права нарушены. Здесь нарушены правы. У меня есть информация, что даже из числа тех, кто состоит в данной инициативной группе, они отлично осознают, что перспектива данного судебного... То есть это не выход на самом деле, да? Конечно. Это не выход и не конструктивно все это дело. Вы в прошлый раз говорили, что даже вот из того большого соглашения, которое между правительством и компанией Лороса действует, не менее 50% должно идти в западную группу УЛУС. Ну, то есть УЛУС-Алмазная провинция. Не менее 50%. Я говорю о том, что то соглашение о социально-экономическом развитии, которое сейчас существует, согласно которого деньги направляются в Нюрбинский район, они идут на выполнение обязательств республиканского бюджета. На построительство школ, детских садов. То есть это не выполняются полномочия, которые существуют у муниципального образования. Муниципальное образование есть в свой перечень полномочий, у государственного органа свой. И в настоящий момент муниципалитет за счет дополнительных источников софинансирует государственные обязательства республиканского бюджета. Я говорю о том, что необходимо их направлять на муниципальные обязательства, на их полномочия. Вот у нас исполнительный власть напирает на то, что есть майские указы, что надо то строить, это строить. От веткового жилья нужно избавляться. Вы отказываетесь? Да, и таким образом надо то продавать и это продавать. Так ведь, да? Ну, у нас-то совсем немного осталось, что продать, так? Вот. И даже дело не в том, но запродадим все это так, что вы потом будете предлагать. То есть давайте, может быть, все-таки мы подумаем о том, что мы не так управляем. Вот. И в этом отношении, вот в последнее время, благодаря Нюрбинцам, это они молодцы, так? Благодаря Нюрбинцам, благодаря господину Синюшкину и, может быть, Дмитрию, так, Аргунову, вот идет такой разговор и, к сожалению, например, вот такой открытый разговор, ну, может быть, я, ну, вот, например, в Вилтумене, в госсобрании, что-то у нас такого редкого не получается, так? И поэтому я предлагаю, да, пользоваться этим моментом. Вот при присутствии четырех департаментов, подождите, вы, Виктор Николаевич, вы не туда говорите. Так, значит, при присутствии вице-спикера, при присутствии, значит, члена правительства, я хочу сказать, что мы должны вообще говоря, значит, все-таки дискутировать не только на площадке НВК, так? Но и в другой, так сказать, в другой формате. То есть я вынес ваш ссор из СБУ, да, получите? Обсуждать надо, обсуждать действительно надо. Чтобы у нас не появлялись какие-то вот неожиданные всякие, ну, вот, например, про льготы я вот говорили мы в перерыве, да, раз появляется, вот мы должны сделать льготы. Вот, Ольга Валерьевна говорит, что это, значит, мы льготы сделали на будущее. Конечно. Так, допустим, так. Я уверен, что многие депутаты не знали, за что голосовали. Мы, на самом деле, проголосовали против. Потом, после перерыва, ну, единороссы ушли, потом, значит, проголосовали за. То же самое, вот, значит, с предложением депутата Григорьева. И поэтому я предлагаю, вот, допустим, Ким Кемен когда-то проводил круглый стол, он назывался Кустук. Вот. Необходимы все-таки такие вот разговоры, вот, например, у нас ЖКХ там уже проваливается. Вот вы сейчас хотите обвинять, вот вы будете виноваты в том, что перестанут подавать там тепло. Так, ЖКХ. Потом, значит, этот Аэрофлот у нас, как он называется, Якутия, да, авиационная компания. Вот. С ней очень плохо. Можно спросить. Вот. И такие вещи. Вот, надо, я думаю, обсуждать. Я думаю, может быть, председатели комитета... Вы подавали заявку на обсуждение? Нет, это... Нет, это вилдумение. Давайте тут не превращать лично, скажем так, в узком междепутатский какой-то там спор какой-то. Да я хочу вот спросить, все-таки, вот Иван Иванович же говорит, что мы хотим латать те дыры, мы хотим латать те дыры. Да, да, да. Олег Алексеевич, все-таки дыры ли будут лататься, либо это будет все-таки... Нет, на самом деле, безусловно, и Евгения Васильевна говорила, что сам процесс приватизации в рамках развития новой экономической политики, которая реализуется уже 25 лет в Российской Федерации, то есть движение к рыночной экономике, да, предполагает наличие там, где это необходимо государство, а там, где это не влияет на деятельность компании, приватизировать. Это называется оптимальное распределение интересов и прав собственников, как государств, так и субъектов рынка, которые управляют этими производственными процессами. С точки зрения, как выглядели на латание дыр, допустим, данная приватизация, конечно, говорили о том, что у нас есть необходимости и потребности, безусловно, растут. Расходы, например, консолидированных бюджетов в прошлом году составили 203, консолидировано это имеется государственное и всех 35 местных бюджетов. Это консолидированный бюджет субъекта. 203 миллиарда. А еще 7 лет назад, или 6 лет назад, эти расходы составили 103 миллиарда рублей. То есть динамика собственных налоговых, неналоговых доходов и покрытие таких расходов, она существует в любом случае. За эти последние годы развития. Но постоянные потребности, то, что говорили про жилье, и школы. Мы до этого, помните, решали проблему дошкольных учреждений. Мы ее частично смогли решить, но она до конца не решена, ее тоже нужно развивать. Это инфраструктурные задачи. Но при этом еще стоят задачи привлечения направлений инвестиций и в отрасли экономики. Это не только задача бюджета, а в целом развитие и местного производства, в том числе. Для того, чтобы обеспечить расширительную налоговую базу, защитка каких-то источников инвестиций. То есть, мы не говорим здесь о том, что мы пробуем приватизацию для платания бюджетных. Эти средства могут быть использованы и на инвестиционные процессы, которые подвигнут у нас создание производственной базы, которая также будет расширять нам налоговую базу. Но если со всеми перспективами рассматривать, насколько будет эффективно это использование? Вот, да, с точки зрения, упоминали о Лусалмазной провинции, да, безусловно, они получают дополнительно к тем дотациям, которые распределяются по единой методике среди 35 муниципалитетов. У нас недотационными являются только Мирненский район, Ленский район и городской округа, город Якутск. Все остальные являются дотационными с разной степенью. Ну, на северах, значит, понятно, что собственных доходов от 5 до 10 процентов, все остальные дотации. И, собственно, все доходы, общие доходы бюджета распределяются по единой методике. Для Лусалмазной провинции в Четвертском районе было сделано исключение. То есть все дивиденды, которые поступают от владения 1 процентом акций Алроса, они поступают дополнительно к этой дотации из государственного бюджета. Ну, в следующем году это будет порядка 500 миллионов на каждый район. В этом году уже. В 2017 году, по результатам годового. В 2017 году это значительная сумма. До этого они поступали в объеме 160, 150 миллионов. 100 миллионов в прошлом году. Да. В этом году, конечно, рекордная, потому что в прошлом году компания в связи с благоприятной экономической конъюнктурой, мировой, спроса на их продукцию. С курсом доллара. Второй фактор важнейший, и мы все время подчеркиваем, что экономика республики достаточно завязана на мировую экономику, на конъюнктуру мировых сыровых рынков. Это два рынка, да, по сути, рынка продукции, которую наша алмаздувающая компания производит, и нефтедобывающая наша компания, действующая на территории республики. Второй фактор в прошлом году, это было укрепление курса. В данном случае, на компанию она повлияла с увеличением их прибыли, так? То есть, влияние прибыли, деятельность самой компании, Евгений Васильев подчеркил, о том, что компания Алроса, а все четыре компании остальные, являются дочерними компаниями, так? Алмазы, Набара, Нижнелинская, Алроса, да? Они действуют, это наши базовые налогоплательщики, безусловно. Группа Алроса в прошлом году заплатила в целом в консолидированный бюджет порядка 61 миллиард рублей. Это и налог на прибыль, и НДФЛ, которые расщепляются 40% местных бюджетов, 60% государственных бюджетов, так? Это и дивиденды. И в этом году, то есть, если раньше, до 16-го года, ну, 16-й год такой особенно, да, был, до 15-го года доля группы компании Алроса оценилась, она составляла порядка 40-38%, то есть доля других налогоплательщиков, то по прошлому году они опять вышли на лидирующие позиции, это 45, почти 50%, так? Наших собственных, подчеркиваю, налоговых и нелоговых доходов, которые, надо сказать, тоже выросли за эти 5 лет, если в прошлом году они составили 119 миллиардов государственных бюджетов, собственных налоговых доходов от наших налогоплательщиков, а буквально 5 лет они были 81 миллиард, так? Да, динамика достаточно значительная, но в предстоящий период, все-таки, в целом экономика страны, сейчас темпы роста экономики и вала оригинального продукта, вала внутреннего продукта России не замедлились, и это будет, безусловно, сказываться в дальнейшем на темпах роста наших доходов. То есть, не только, скажем, фактор того, что все распродали, сказывается... Да, я хотел бы добавить, что, допустим, прибыль и дивиденды, обратите внимание, что мы всегда оценим группу компаний «Алроса». Если так абстрагируется, независимо, кто владеет этими акциями, мы получаем от них доход в виде деятельности от добычи «Алмаза», а группа компаний совместно с «Алросом и Нербадом» бывает от 36 до 39 миллионов карат. При смене 10% этот показатель не изменится. Именно этот объем будет реализовываться на рынке. Именно сама компания уже будет платить налог на прибыль в синергетическом эффекте этих двух компаний «Алроса» и «Алроса». То есть, сумма этих двух слагаемых не изменится, на мой взгляд. Ни по прибыли по налогу на прибыль, ни по дивидендам в государственном бюджете. Вот в стройном ряду цифр. Какой объем тех действий, которые большая «Алроса» направляет на компенсацию, скажем, урона наносимого, потому что и в прошлый раз у Юрия Нахиньевича тоже был особый вопрос касаемо экологии. Сахарин Иванович, наверное, вам так. Да, я отвечу. Все хозяйствующие субъекты, которые работают в сфере недропользования, предопользования, оплачивают за негативное воздействие на окружающую среду. Это обязательный платеж, и этот платеж поступает в 55% доход местного бюджета, 45% в республиканский бюджет, 5% в федеральный бюджет. Тем самым хозяйствующий субъект возмещает нанесенный ущерб. Это по новой методике, по новому законодательству. За загрязнение атмосферного воздуха, за загрязнение поверхностных водоемов и за загрязнение почв. То, что касается деятельности компании «Алроса», по поручению главы республики и по, согласно поручению парламентария наших депутатов, проводится постоянный мониторинг. Для этого республика выделяет бюджетное финансирование. Есть под программой экологический мониторинг алмазной провинции. В рамках этой программы проводится комплексное исследование поверхностных водоемов. Это река Вилюй, Марха, Далден, Накэн, Ирилях, Батобия, ну и так далее. Это правые и левые протоки, притоки реки Марха. Также идет исследование на наличие третьей эстронции в зоне возможного влияния кротона-3 и кристаллы. Экологический мониторинг постоянно доводится до жителей Нюрбинского улуса, Сунтарского улуса, Верхневерийского улуса. Он в свободном доступе. Сахамин Иванович, давайте мы касаемо экологии, в завершающем третьем блоке обязательно начнем именно с этого вопроса. Нужно выяснить, так ли ахова ситуация, скажем так, с экологией конкретно в данной группе улусов, улусах алмазной провинции. И мы проживаемся буквально на несколько минут, на пару минут на рекламу, которая опять же неизбежна. Давайте сразу после рекламы третий блок программы один из нас. Третий завершающий блок программы один из нас, которым один из нас решил поинтересоваться, ну как гражданин республики, аспектами возможной приватизации акций Алроса Нюрба. И мы остановились на вопросах экологии. Сахамин Иванович, вот по вашей оценке специалиста, как человека, который непосредственно занимается природоохраной, настолько ли провальна ситуация с природоохраной в группах улусов в алмазной провинции? Почему такой вопрос возникает и волнует жителей Вилюйского региона? Дело в том, что в 70-80-е годы, все помним, работала 11-я фабрика Удачинской ГОК, в которой в цикле работы этой фабрики не было оборотного водоснабжения. В те годы шел прямой слив промстоков поверхностных водоемов, в частности в реку Далдын. Далдын впадает в морху, морха впадает в Вилюй. Тем самым предельно допустимая концентрация ионов, металлов, ну и других вредных веществ, конечно, превышала. Но дело в том, что в 90-х годах эта фабрика свою работу завершила, и мы, экологи, отмечаем, что в течение 20 лет идет восстановление экологии реки Далдын, морха и Вилюя. На текущий момент мы фиксируем о том, что реки, морхи и Вилюя загрязненные, слабо загрязненные. Есть органические вещества, есть фенолы, есть ионы металлов, но они не превышают рыбохозяйственных нормативов. И отдельно мониторинг идет по 3-ю и по 3-ю и по 3-ю 90-ю. Я говорил, это в зоне влияния Кротон-3 и Кристалл. Но они в тысячных долях имеются, но они ниже допустимых норм радиационной безопасности. Мониторинг проводится нашими силами, привлеченными силами. Мониторинг проводит НПО Тайфун, это Обнинск, специализированное научное производственное объединение. Каждый год наши полевые экспедиции, наши мониторинговые лаборатории с представителями компании ЛРУСа, общественности, по всем точкам отрабатывают и берут пробы. Мы знаем состояние... Надо было еще депутатов туда включить. Обязательно. Мы приглашаем. И на парламентских слушаниях я постоянно предоставляю отчет и буду докладывать. Итоги мониторинговых исследований это достояние не только министерства, это достояние общественности. И мы будем постоянно доводить. Но мы отмечаем, что экология рек, поверхностных водоемов улучшается. Основная причина была в этом. Ну, да, на самом деле, 21 век во дворе, промышленная экология, она на месте не стоит, развиваются все новые и новые технологии, стандартам которого, конечно же, следует, еще раз говорю, наше все большее. Я хочу добавить, да, я вот по роду своей деятельности побывал на всех лицензионных участках по республике Саха-Якутия. Знаю, где какое состояние. Полтора года назад я побывал на Нюрбинской ГОК, полностью прошел на Кынское месторождение. Я, первое, хочу отметить, что вот это месторождение переходит на сухие хвостохранилища. Если раньше хвостохранилища были жидкие, да, фаза такая пульпа, а сейчас у них хвостохранилища сухого типа. Это новые технологии. Плюс на Накыне ввели в эксплуатацию, вот полтора года назад я сам присутствовал, станцию биологической очистки источных вод. Компания сама вложилась около 70 миллионов и построили компактную станцию биологической очистки. То есть при возможности хозяйствующие субъекты могут переходить на наилучшие достижения технологий, чтобы уменьшать негативное влияние на природные компоненты. Это в их же интересах? Это в их интересах, потому что при превышении предельно допустимых концентраций влияния на природные объекты, то они, конечно, будут привлекаться к ответственности. Притом очень серьезно. И осталось мне запустить, скажем так... Я уже засыпаю. Да, да, да. Некий рояль кустар. Я еще раз, на прошлом эфире присутствовали два депутата. Я-то думал, это будет и против, и за. Оказалось... Мы все за. Да. Давайте. Что нужно продать? Кто за? Вы за красных или за белых, да? Понятно. Не, кроме шуток. Кроме шуток, ну, кесарю-кесарево, слесарю-слесарево. Ну, участие государства в коммерческих субъектах, я скажу сейчас Крамолу, в перспективе мы и с Алросой большой увидел. Лет через 10-20, когда она будет составлять 5-7% налоговых поступлений в республике. Незадача государства зарабатывать деньги. Полномочия по 184 закону, по 131 четко определены и государственной власти, и муниципальной. Здравоохранение, образование, безопасность, благоустройство и так далее. Там нету задачи зарабатывать денег. Государство получает налоговые отчисления и создает условия для коммерсантов, чтобы они работали. Зачем же государству лезть не в коммерцию? Тем более, вот эти 10%, где являются миноритариями, ничего не решаем. От этого надо избавляться. Закон Республики Саха-Якутия 2007 года защиты 25% акций Алросы большой есть. Головная компания владеет 87,5% Алроса-Нюрба. Все решения принимаются там. Остальные миноритарии 10% у Республики, 2,5% у физических лиц. Все решает большая Алроса, которая у нас тоже. Блокирующий пакет. Ни одно решение, которое не будет удовлетворять Республику, не пройдет. О чем мы беседуем? Мы должны выходить с конкурентной. Есть постановление правительства Российской Федерации о конкурентных рынках. Освобождайте рынки для бизнеса, товарищи. Пусть они занимаются бизнесом, а вы занимаетесь теми полномочиями, которые наделены федеральными законами. Все, точка. А в чем Крымово-то, я не понял. Алросу продадим когда-нибудь. Можно я добавлю? Виктор Николаевич совершенно прав. Сейчас, например, обсуждается поправка 159-й федеральный закон, так называемая малая приватизация. То есть, если было ограничение по срокам о том, что те граждане, которые арендуют имущество у государства и у муниципалитетов, то срок вот этой вот малой приватизации, да, он продлевается. То есть, это опять же в поддержку субъектов малого и среднего бизнеса с коммерцией. Кроме того, мы сейчас будем говорить о том, что, вернее, сейчас мы будем вносить в Вильтумен прогнозный план приватизации изменения в части акционирования ГУБКДМ тоже. То есть, дальнейшие действия... Слава тебе, Господи. Да, вот я Виктору Николаевичу, который уже столько лет про это говорит. Поэтому вот это вот, то, что вы сказали, что у государства должно остаться имущество в конечном итоге, то, что необходимо именно для исполнения социальной функции, он, по сути говоря, Российской Федерации реализуется. Это в государственной программе по управлению имуществом Российской Федерации, это уже заложено. Я просто хотела бы отметить, что у нас в республике как раз-таки доля государственного имущества в виде государственных активов, как государственных унитарных предприятий, как активов в акционерных обществах, мы по Дальнему Востоку, собственно говоря, на первом месте именно по объему. Если же по Российской Федерации, вот это вот была аналитика как раз Госсовету по рассмотрению новой концепции управления государственным имуществом, мы находимся где-то в середине. Поэтому государственное имущество у нас достаточно. Более того, за счет создания новых объектов государственной собственности у нас имущество государства увеличилось с 2008 года на 70%. И на сегодня оно у нас составляет только по остаточной стоимости где-то порядка 150 миллиардов рублей. И это при том утверждении, что все распадали? Нет, и при этом мы говорим о том, что задача государства как раз является создание новых налогоплательщиков, так скажем, которые будут формировать наш бюджет, тем самым давая возможность увеличивать более социальную функцию государства. Ну и основные государственные все-таки приросты были же не за счет строительства магазинов и ресторанов, а строительства инфраструктурных объектов. Железная дорога, мосты, инфраструктурные объекты. Дороги те же самые. Все-таки это общенациональные, общереспубликанские цели. Ну вот здесь Дмитрий, да, прошу прощения, Иванович, да, когда мы говорим об уходе полного государства, например, из бизнеса, да, в том числе, необходимо обратить внимание на то, что в любом случае будут оставаться стратегические предприятия, да, стратегические организации, которые необходимы государству для обеспечения мер безопасности, обороны. И сегодня Алрос, она как раз в перечень стратегических предприятий уходит. Безусловно, могут возникать ситуации, при которых выпадает необходимость быть стратегическим предприятием, да, и что касается защитных механизмов относительно Алроса и Нюрба, да, сегодня для того, чтобы непосредственно совершить, необходимо сделку с Алроса и Нюрба, необходимо этот указ изменить. Обоснование для этого соответствующее сегодня и происходит. Ну, отрадно, что вообще, такой, как Иван Иванович заметил, у нас буквально 40 секунд остается, мне осталось только завершить. Отрадно, что, как вы заметили, разговор вообще такой состоялся, да, и в некоторых моментах это даже более конструктивно, чем, скажем, на других площадках. И на счет других дискуссионных площадок я абсолютно согласен. Разговор состоялся и на комитете, тем не менее, да, ведь разговор был достаточно сложный, в том числе и с участием правительства. Мы очень регламентированы, даже больше регламентированы, чем здесь. Уважаемые коллеги, я просто прошу, да, чтобы с учетом предстоящих выборов и так далее, все-таки была ответственность модераторов этого процесса, поскольку мы-то люди... Всех модераторов, да? Да, мы люди наемные, мы говорим именно те вещи, которые необходимы с точки зрения вот интересов экономики. А народные депутаты, они говорят с точки зрения политической конъюнктуры. Ясно, выборы уже очень скоро и остается, скажем так, проявить активность. Это была программа «Один из...»